Да, прошу, говори. Вы утверждаете, что Библия была искажена, и туда добавляли многие вещи. Верно. Но мой вопрос вот в чём. Бог знает всё, верно? Они, католики, сами знают, что они не поклоняются идолам. Я понимаю, что вы имеете в виду, но Бог ведь знает, что они, католики, поклоняются Богу. Хорошо? Но дело в том, что они как раз-таки не поклоняются Богу. Например, католики поклоняются Марии. Но ведь Мария не Бог, верно? То есть вы думаете, что они не поклоняются Богу? Да, я думаю, что нет. Я имею в виду, возможно, они полагают, что они поклоняются Богу через людей. Или что-то такое, как католики. Я вырос с католиками. Я не поклоняюсь Богу через святых. И очевидно, что святые не являются Богом. И когда вы поклоняетесь святым, обращаясь к Богу, обращаясь за той или иной помощью, то это является ширком, преданием сотоварищей Богу. В своем сердце они знают об этом. К примеру, какие первые заповеди? К примеру, в Библии говорится, «Слушайте, Сына Израиля, Господь Бог, ваш Господь един». Это первая заповедь, верно? И вторая заповедь, «Не поклонитесь идолам», верно? «Не сотвори себе кумира» и тому подобное. Но если ты пойдешь в любую католическую церковь, то первым делом, что ты там увидишь? Идолы, статуи и картины, верно? Да. И зная эти заповеди, и все же возводить себе идолов, наподобие Марии Иисуса и других святых, это неправильно. Бог отправил им это наставление. И посмотри, сколько сейчас католиков ходит вокруг. Они видят нас. Если они хотят узнать истину, то они могут изучать ее. И также другие братья, которые были когда-то католиками, а теперь они мусульмане. Если они желают поклоняться одному Аллаху, одному истинному Богу, ни Трём, ни Двум, ни Марии, ни кому-либо еще, выбор за ними. Но если они выбирают поклоняться через идолов, то это уже ширк. Ты объясняешь очень хорошо. Благодарю. Я хочу спросить еще кое-что. Прошу. В итоге, кому должен поклоняться человек? Итак, позвольте мне объяснить это. Скажем, кто-то идет и совершает земной поклон. К примеру, протирается ниц перед Марией. О Мария, о Мать Небесная, о Матерь Божья и так далее. Как бы они ее ни назвали. Таким образом, они предают Богу со товарищей. Хорошо? Возможно, они сами так не думают, но такова реальность. Я приведу пример. Скажем, кто-то пришел сюда, и он смотрит на меня, и я начинаю его колоть ножом. Ты скажешь мне, что ты делаешь? А я типа, я просто хотел помочь избавиться ему от лишнего веса. Но в свою очередь, ты можешь сказать мне, я не знаю, о чем ты там думал, но ты тыкал в него ножом, и ты должен за это ответить. Поэтому, когда кто-то совершает ширк, то есть поклоняйся кому-то наряду с Аллахом, осознанно, я не знаю, что это ширк, потому что они читают это в своих заповедях, в Библии, в Новом Завете. Я не знаю, что Бог один, и нельзя поклоняться никому, кроме Него. Я не знаю, что Иисус тоже поклонялся Богу. Это всё есть в Библии, верно? Ну, я не очень сильно осведомлён о содержимом Библии. Хорошо, хорошо. Я сейчас покажу тебе. Вот это Библия. Давай вернёмся немного назад. Ты всё это прочитал? Да, да. Итак, вот здесь в Библии говорится... Давайте немного подвинемся. Итак, здесь говорится, что Иисус, отойдя от них подальше, полниц и стал молиться, говоря, «Отец мой, если это возможно, то пусть менёт меня чаша сия, и пусть будет на то не моя воля, а лишь твоя». Верно? И здесь, согласно Библии, и это не какая-то наша версия Библии, это общая Библия. Он совершил земной поклон. Пав Ниц, положив свою голову на землю, помолился Богу. Верно? Как бы он там ни обращался, «Отец Бог», верно? Поэтому, когда католик, христианин, свидетели Иеговы или мормоны читают этот отрывок, то им становится ясно, что Бог, которому они поклоняются, он сам поклонялся Богу. Ты никогда не увидишь, что Бог поклонялся Иисусу. Верно? И ты также не видишь, что Святой Дух поклонялся Иисусу. Или Иисус Святому Духу. Или даже, что Бог поклоняется Святому Духу. Но ты видишь, что Иисус поклоняется Богу и просит Бога избавить его от чаши. Что значит чаша? Чаша — это вся та боль от грехов, возложенная на него. Христиане говорят, что Иисус пришёл, чтобы умереть во искупление грехов. Но здесь, в Библии, мы видим, что Иисус сам молит Бога, чтобы Он избавил его от этой боли. И говоря при этом, что на то не моя воля, а лишь твоя. И таким образом мы понимаем, что воля Бога превыше воли Иисуса. И зная всё это, и продолжая поклоняться Иисусу вместо одного Бога, они совершают ширк. Ведь Аллах дал им знамение. Аллах дал им время. Ты смотрел мои видео? Очень хорошее видео. Аль-Хамду лилля. И эти христиане тоже смотрят эти видео. И некоторые из них стали мусульманами. Поэтому я здесь. Аль-Хамду лилля. Приятно тебя видеть. Как тебя зовут? Сэм. Приятно познакомиться с Эм. Ещё один вопрос. Да, прошу. Можешь задавать любой вопрос. Ты знаешь, Тора, сыны Израиля, богоизбранный народ, верно? Ну, смотря что, ты имеешь в виду под богоизбранным народом. Ну, то, что Бог спас их, и... Да, конечно. Да, Аллах благословил их за те благие деяния, которые они совершали. И Он не спасал множество пророков из них. Но в исламе у нас нет концепции превосходства одного народа над другим. Аллах отправил пророков ко всем народам. Но Он дал много благ сынам Израиля. Мой вопрос вот в чём. У меня есть друг еврей. И он говорит, что его книга была отправлена Богом. Тора. Хорошо. И теперь, получается, приходит Иисус и Библия, верно? Хорошо. А почему нам нужно оставить Тору и принять Библию? Хорошо. Прекрасный вопрос. Итак, Тора и вообще все писания в оригинале, они не написаны Богом, но они не спосланы Богом. Хорошо? Я не думаю, что евреи верят, что Бог физически написал книгу. Они имеют в виду первые десять заповедей. Да, они были не спосланы Богом. Но те писания не сохранились у евреев в оригинале до сегодняшнего дня. Потому что они были утеряны. Любой еврейский историк скажет тебе, что самые ранние мальонскрипты, рукописи, я говорю о Ветхом Завете, которые мы видим сегодня. Даже если посмотреть на свитки Мертвого моря, которые отличаются от тех, которые у них есть в Ветхом Завете сегодня, они датируются примерно 200-м годом нашей эры, до Христа. Они очень далеки от времени Моисея. Ты же понимаешь, о чём я? Если эти писания близки ко времени Иисуса, но не ко времени Моисея. Поэтому те оригинальные рукописи, времен Вавилона и народа Израиля, они все утеряны. И они воссоздали их из истории, из сказаний, и из того, что было на памяти у людей. То есть определённо, текст Писаний сохранился, но это уже не стопроцентный оригинал. И затем приходит Иисус, являющийся пророком, который показал им чудеса и знамения о том, что Он является посланником Бога, и что Он явился с новым откровением. И они знали, что явятся ещё посланники. И они ожидали их. И когда Иисус пришёл к ним с этим откровением, им следовало принять Его, и они были бы мусульманами. Учение Иисуса было на арамейском языке. Последователи Иисуса приняли Его учения, и они были мусульманами. К примеру, как арияне, апостолы. И как мы знаем, что когда христианство начало развиваться, когда христианство после Христа начало развиваться в сторону Европы, они начали вносить изменения. Начали добавлять что-то, начали писать что-то. И стали писать писания, приписывая это к Богу. Зная, что это не было писанием от Бога. Оно даже не было написано на языке Иисуса. Эти писания были на древнегреческом. Если ты посмотришь на полные рукописи, сотни лет спустя, ты поймёшь это. И мы выпустили уже много видео об этом. И что затем произошло? Затем Аллах посылает последнее и заключительное откровение Коран. И теперь все эти иудеи, христиане, другие народы, должны были последовать за последним пророком. Ведь они увидели эти чудесные явления, как раскол луны, вода из пальцев и множество других чудес. И сам Коран является чудом. Как человек, который не мог читать и писать, мог произвести такую удивительную книгу? Ты читал Коран? Ну, честно говоря, нет. Я сейчас подумываю. Хорошо, сегодня я подарю тебе Коран. Прочитай Коран. И обрати внимание на красоту его языка. Особенно если ты можешь прочитать на арабском, ты сможешь увидеть бляга, наху, красноречие, литературу. И я сам изучал арабский язык. И чтобы понять основные правила, мы должны возвращаться к Корану. Ты можешь представить себе человека, не умеющего читать и писать, который приносит людям книгу, которая настолько удивительна, настолько красноречивая, что даже сегодня мы изучаем грамотику арабского языка, основываясь на Коране. К примеру, если вы видите разные мнения куфийцев и басрисов в арабском языке, когда они пытаются прийти к единому мнению, то они обращаются к Корану. Как неграмотный человек посреди пустыни мог произвести такую удивительную красноречивую книгу, что ни один поэт арабского полуострова не мог ответить ему? Аллах бросил им вызов. Представь это. Это же удивительно. Затем иудеи и христиане, в виде чудеса и знамений, уверовали, как поступил Сальман аль-Фариси. Он был человеком из Персии. Он поклонялся огню, затем он стал иудеем, затем христианином. Он прошел через все эти фазы. И все эти раввины и священники рассказывали ему о признаках последнего пророка. И в поисках этого последнего пророка он пришел в Медину и нашел там пророка Мухаммада алейхи салату ассалам. И увидев все эти признаки на нем, он принял ислам. Другие люди из числа сподвижников пророка алейхи салату ассалам, которые были прежде иудеями, христианами, язычниками, они приняли ислам. И с того самого времени, со времен Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, со времен праведных халифов, вплоть до нашего времени, множество раввинов, священников, служителей приняли ислам. Увидев истину ислама, приняли его. Таким образом, Аллах наставил их. И многие люди, как ты, у тебя прекрасное имя, Машаллах. Пусть Аллах наставит тебя на истину. Ведь есть множество людей с такими именами. И вместо того, чтобы узнавать истину, они затевают споры, возводят ложь. Они поклоняются святым отцам, Марии, Иисусу. Хотя мы любим порока Иисуса, мир ему. Но мы не поклоняемся ему. Хорошо? Никому нельзя поклоняться, кроме одного Бога. И теперь, когда люди знают обо всем этом, им явились признаки, они посмотрели видео, они поняли все. Если после этого они не принимают истины, то они сами навлекают на себя наказание. Аллах милостивый Творец, Аллах любящий, Аллах наставляющий. Он открывает двери наставления для всех. Ты не знал меня, но увидев видео, ты пришел сюда. Почему? Потому что Аллах вложил это в твое сердце. То, что ты говоришь, это отзывается в душе. Сэм. Ты еще не мусульманин? Тебе нужно стать мусульманином, Сэм. Вы написали здесь, что Иисус является мусульманином. Верно. Мы верим в это. Но в те дни ведь не было мусульман. Конечно, были. В этом-то и проблема. Поэтому мы написали так. Что значит быть мусульманином? Быть мусульманином, это значит, как об этом написано в Коране, это быть как Авраам. Он говорит о том, что он мусульманин. Мусульмане не появились во время пророка Мухаммада, алихи саляту ассалям. Те, кто следовали Адаму, те, кто следовали Ною, те, кто следовали Аврааму, те, кто следовали Моисею, те, кто следовали Иисусу, и те, кто последовали за Мухаммадом, да богословит их Аллах всех и приветствует. Те, кто истинно следовали за ними, за их истинным учением, все они мусульмане. Ну, а что произошло с христианством? Истинные последователи Иисуса Мирьёму были мусульманами. Хорошо? А потом появились люди, которые отошли от этого. Мы знаем, что был Никейский собор. И там были те, кто внёс идею предания статоварищей Богу. И там были те, которые продвигали идею божественности Иисуса. А до этого многие христиане не верили, что Иисус был Богом. Хорошо? Они не поклонялись Иисусу, но они считали Его пророком. И даже один автор по имени Барт Эрман, он говорит в своей лекции, что ранние христиане не принимали Иисуса как божество. И, кстати, он стал атеистом. Я ведь говорю, что поначалу было всё в порядке. А потом уже внесли изменения на греческом языке. Позволь мне спросить тебя. Позволь спросить тебя. Ты слышал о Рождестве? Да, я слышал. А где в Библии говорить о Рождестве? Разве Иисус родился 25 декабря? Найди мне хоть одного пройдёвого историка, который скажет такое. Нет, но это был языческий праздник. Позволь мне показать тебе доказательства, чтобы не быть голословным. Давай чуть подвинемся правее. Смотри. Эта книга называется «Необычная история обычных вещей». И в этой книге имеется раздел относительно Рождества. Рождество изначально не являлось частью христианской традиции. Смотри, это не книга мусульман. Это National Geographic. Здесь написано, что это никак не является частью христианского календаря. И о 25 декабре никак не упоминается в Библии. Хорошо? Но это было принесено в 4 веке. То есть 4 век нашей эры. Папа Римский Юлий I, который выбрал эту дату как церковный праздник, по большей части это было сделано, чтобы придать религиозный смысл языческому празднику Сатурналей. И языческий праздник. И теперь этот поп и эти христиане, зная, что это языческий праздник, привнесли его. Но они соврали, сказав, что Иисус родился до 5 декабря. 4 век. Все эти первые сотни лет никто не праздновал этот праздник. Истинные последователи Иисуса не праздновали Рождество. Но сегодня это Санта-Клаус, Санни, Северная Алиня. Откуда всё это? Верно? Теперь скажи мне, вера в то, что Бог один, имеет смысл? Абсолютно. Один Творец, Который сотворил тебя и меня, и все эти создания в мире. И Он посылал нам наставления, потому что Он любит нас и желает, чтобы мы были на правильном пути. Он не спасал пророков со времён Адама, Ноя, Авраама, Якова, Давида, Соломона. Все эти прекрасные примеры и пророчества были неспосланы им, чтобы наставить человечество. Это имеет смысл? Да, конечно. Первым из них был Адам, а последним был Мухаммад, Алихи Салату Ассалам. Это имеет смысл? Да. Ты мусульманин? Готов произнести шахаду? Сперва на арабском или английском? Послушай, у тебя уже есть эта вера. Почему ты не готов? Послушай, ты веришь, что Бог один? Да. Ты веришь, что Мухаммад последний пророк? Да, он пророк. Это и есть свидетельство веры. Ты уже сделал это. Но я хочу прийти ещё раз сюда на следующей неделе. Конечно, приходи, увидимся ещё раз. Сейчас я живу в Тимикулла. Но я родом из Лос-Анджелеса. Мы переехали недавно, месяца четыре назад. Я бы хотел взять твой номер телефона, чтобы знать наверняка, что ты будешь здесь. Я ценю это. Аллах сделал так, чтобы я оказался здесь, когда ты пришёл. Передай мне ту листовку, пожалуйста. Здесь является адрес нашей мечети. Ты можешь прийти в мечеть в любое время. Могу я прийти в таком виде? Да, конечно. Прошу. Не нужно никакой спецодежды. Оденься, как обычно. Не волнуйся. Только не приходи, конечно, в бикини или в шортах. Сэм, ты можешь прийти. Я научу тебя, как молиться. Отвечу на твои вопросы. Но если у тебя уже имеется такая вера... Я хочу прочитать. Конечно, ты можешь прочитать. Я отвечу на твои вопросы без проблем. Но почему ты не хочешь произнести сейчас свидетельство вера? Я просто хочу прочитать, и я не хочу обманывать тебя. Но ты ведь уже сказал, что ты веришь в Аллаха. Да, я верю. И что ты веришь в пророка Мухаммада. Да, я верю. Это и есть свидетельство вера. Ты же ни в чём не врёшь. Я люблю Иисуса, и я не говорю тебе не верить в Него. Но верите в Него, как в пророка, верно? Послушай, ты веришь, что Иисус был рождён от непорочной Девы Марии? Да, я верю. Я тоже верю, что Он рождён от непорочной Девы Марии. Ты веришь, что Он пришёл наставить людей на прямой путь? Да. Что Он поклонялся одному Богу? Да. И мы верим в то же самое. Никто не призывает вас оставить Иисуса. Мы лишь говорим, чтобы вы не поклонялись Ему. Но поклоняйся тому, кому Он поклонялся. Вы хотите иметь больше денег, иметь дополнительный доход? Хотите чувствовать себя увереннее, особенно в непредсказуемых условиях или в случае потери работы? Хотите позволить себе больше отдыхать и путешествовать? Чувствовать себя опорой своей семьи и создать для них комфортную жизнь? Хотите совершить хадж или умру и создать садо Каджария? Помогать людям и тем самым достигать довольства Всевышнего? Это возможно, даже если у вас нет свободного времени и миллионов. Вы не разбираетесь в финансах и не являетесь крупным бизнесменом. Любой может создать капитал, который будет кормить его и его семью. Для этого достаточно грамотно управлять своими деньгами и создать правильную доходную стратегию инвестирования. Мы вас научим разбираться, как не попасть в сомнительные инвестиционные истории или не стать жертвой мошенников. Вы научитесь отличать халяльные компании от харамных, как составить личную инвестиционную стратегию и как собрать прибыльный портфель. Все просто и это может сделать каждый, даже не имея специального образования. Наш опыт говорит сам за себя. Мы уже 19 лет успешно работаем в сфере инвестиций. Мы первая школа в России, которая учит инвестировать по шариату. И мы не просто обещаем, а даем проверенные знания и решения. Бесплатные уроки, платный курс, эфиры со мной, личная работа. У вас есть выбор, как учиться и развиваться. Сотни людей уже изменили свою жизнь, создав халяльный доход. Многие начинают с полного нуля, инвестируют даже от 1000 рублей. И сейчас собирают прибыльные портфели. Благодаря нам они теперь могут тратить больше времени на то, что им действительно важно и нужно. Семью, отдых, саморазвитие, поклонение и не беспокоиться о будущем. Хотите начать? Переходите по ссылке в описании. И регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс. И уже через несколько шагов вы сможете начать изучать, как халяльно приумножить свои деньги, инвестируя в надежные компании. Вы узнаете, как создать стратегию с максимальной доходностью. И все это можно сделать просто с телефона. Не нужно дополнительного оборудования, десятки свободных часов и миллионы денег. Достаточно вашего желания изменить вашу жизнь. Ждем вас!